Я суперэлитный ниндзя, и в любом случае когда-нибудь стану Хокаге, поэтому запомни хорошенько моё имя. Вторая часть третьего сезона. Спарринг. Она снова там, спросил подошедший к своему однокласснику Чоджи, бросая грустный взгляд через окно учебной комнаты на девочку, которая одиноко сидела на качелях, опустив голову. Ого, и многословно ответил Шикамару, внутренне переживая из-за состояния одноклассницы. С того момента, как стало известно о том, что Наруто, Наори и Саски пострадали, в результате резни клана Учиха и находятся в больнице, Хинато сильно изменилась. Если раньше она была добрая и общительной в кругу их небольшой группы, то за эти две недели Кунаичи отдалилась от них, молча сидя на занятиях и уденённо тренируясь. Два друзей не раз пытались завязать с ней разговор, но из этого ничего не вышло. Хинато просто хмуро, из-под лоби смотрел на них, словно хотел убить взглядом и, покачав головой, уходило. Не только мужская часть в лице Шикамару и Чодж заметила это кардинальное изменение Сакура и Инна. Две вечные соперницы также приметили новое поведение принцессы клана Хьюга, хотя особо никогда с ней не общались. Я думаю, нынешнее состояние Хинато-сан вызвано переживанием из-за отсутствия Наруто и Наори-сан. Как-никак, они довольно близки, вмешалась в разговор Яманако, задумчиво опёршись рукой о парту. Я могу понять, бедняжка, Саски Куна нет рядом и это меня просто убивает. Когда же я его увижу? Разоволосая Куна, ещё услышав бред своей подруги, раздражённо повернулась к той, дёргая бровью. Что ты несёшь, Инна-свина? Саски Кун только мой! Он ни за что не полебит такую родину, как ты! Фух! А ты шутница, большой лоб! Кто бы мог подумать! Пренебрежительно отмахнулась Инна от сбешённой ученицы, тем самым разозлив ту ещё больше. Что ты сказала? А ну-ка, повтори! Если не боишься смерти! Силой ударив по столу, прорычала Сакура, гневно надвигаясь на блондинку. Ой, только не это! Смотря на начавшуюся перебранку, Шикомару лишь закатил глаза, надеясь, что урок скоро начнётся скрип, скрип, скрип. Качели неторопливо раскачивались под лучами осеннего солнца, которое освещало печальное лицо одной лавандоглазой девочки. Несмотря на хорошую погоду и утреннее пение птиц, Хинато не выглядела счастливой. Этому мешала печаль и тоска, поселившаяся в её юном сердечке с того момента, как предмет её любви и восхищения перестал появляться в академии. Наруто-кун, когда же я наконец снова увижу твою яркую улыбку? Наори-тян, без тебя грустно и одиноко. Почему отец не разрешает мне посетить вас обоих в больнице? Неужели вы серьёзно раненый и больше не сможете стать ниндзя? Если это так, то мечты моих дорогих людей никогда не сбудутся. Почувствовав кулющую боль в сердце, Хинато сжала рукой бежевую ткань куртки. При мысли о том, что её друзьям тяжело, ей самой становится плохо. Эй, хватит ныть, перестань развешивать сопли и плакать, как маленькая девочка. Сколько раз я тебе говорила, что с твоими друзьями не произошло ничего страшного? Вмешался в череду тёмных мыслей другой, более уверенный голос. Почему ты так не уверена в этом, Хинато-тян? Нервно прикусив нижнюю губу, спросила Хинато, смотря на пожелтевшую траву под собой. Фух, Хиаши может и глава клана, но он не в состоянии скрыть языка своего тела, которые передают его внутреннее состояние. На публике у него это получается. Но в твоём присутствии он теряет хватку. В тот момент, когда он сказал тебе о том, что с Нарто-Куном и той филетоволосовой всё в порядке, я не заметила лёгкого подёргивания правой брови и едва уловимого сокращения указательного пальца левой руки, что наблюдается, когда этот напыщенный индюк врёт. Значит, он сказал правду. Но раздражённо стала объяснять абсолютно понятные вещи Тёмная Хинато, которая не раз об этом говорила, сомневающаяся во всём Кунаиче. Однажды эта глупая девчонка захотела ночью сбежать из своего комплекса, чтобы прорядить своих друзей, но её альтер-эго вовремя остановило её, понимая, что её затея крайне глупа. Принцессе такого благородного клана нельзя разгуливать по деревне в темноте, учитывая инцидент с похищением год назад. Это было просто сумасшествие. Ты права, Хинато-Тян. Пнув ногу, лежащую рядом ветку, Хинато решила подняться с места, чтобы вернуться в класс. Нарто-Кун и Науритян живы и здоровы. Уверена, скоро я их увижу. Эй, Хинато-Тян, привет, дат-ты-бэ. Вдруг донёсся со спины до более знакомый бодрый голос. Остолбенев на месте у принцессы клана Хьюга, широко раскрыла глаза, из которых начали течь слёзы. Медленно повернув голову, девочка увидела, как к ней, широко улыбаясь, бежит усатый мальчик, приветственно махая ей рукой. Следом за ним была видна Науритян с развивающимся по ветру волнистыми волосами, стремящаяся поспеть за своим неугомонным другом. Наруто-Кун? Науритян? Всплихнув, прошептала Эйхинато, неуверенными шагами направляясь навстречу к двум друзьям. Момент, которого робкая, добрая девочка ждала, наконец наступил. И не успела она оглянуться, как уже была зажата двумя парами рук, крепко обнимающими её. Тепло, которое Кунаичи чувствовала от обоих прикосновения голоса. Как же ей этого не хватало. «Кина, Татьян, я так скучала по тебе, подруга!» Тихо стала нашептывать на ухо дорогой соседке по партии Наури, так же как и Хинато, начав плакать от радости. «Ха-ха, мы снова вместе, теперь никому нас не остановить!» Подняв руку одну вверх, победоносно воскликнул Наруто, смотря довольным взглядом на дорогих ему людей. Как бы ребята не хотели продлить этот миг воссоединения, он был испорчен проходящим мимо черноволосым мальчиком, недовольно оглянувшимся на них. Урок уже скоро начнется, если вы так и продолжите околачиваться здесь, то разозлите только и руку Сансея. Мне не нужны лишние проблемы, поэтому пошли. Высказав свои мысли, Саски отвернулся от одноклассников, деловито направляясь к зданию школы. Провожая взглядом нарушителя спокойствия, каждый из троиц и думал, почему их общий знакомый так себя ведет. Но признав в его словах долю правды, после взаимного кивка друг к другу поспешили в академию, чтобы продолжить свои шаги на пути Шиноби. «Класс, а ну тихо!» – воскликнул Умина и рука, стремясь прекратить голдеж в классе, который начался после появления в дверях не успевших на занятия учеников. Когда в комнате воцарилась относительная тишина, учитель продолжил, начав, приветственно улыбаясь четверке около него. «Я рад вас видеть, ребята! Похоже, с вами все в порядке, и вы можете продолжить обучение. Это хорошо. Я переживал за вас, как и ваши одноклассники. А теперь садитесь на свои места, чтобы мы могли начать урок по каллиографии». Под разочарованный стон учеников, новоприбывшие прошли мимо рядов парт, махая при этом в знак приветствия своим знакомым и друзьям. Саски, не обращая внимания на улыбающихся Кунаичи любезно, оставивших ему свободное место рядом с проходом, уселся на последней парте, около молчаливого Шина, который удивленно приподнял бровь на появление неожиданного соседа. Сакура сына же, непонимающие, повернулись к примету своей возлюбленности взглядом, спрашивая того, что они сделали не так. Это неожиданное холодное обращение очень расстроило двух девочек. Не получив никакого ответа от члена клана Учиха, ученицы снова повернулись к доске, размышляя о тех переменах, которые произошли с черноволосым мальчиком. После скучного занятия, во время которого дети пытались с помощью кисточки аккуратно написать иероглифы на листке бумаги и последовавшего сразу за ним урока по математике, наступил долгожданный перерыв, когда можно было перекусить и немного отдохнуть перед практическими занятиями. Со слов сенсея, сегодня начинающим Шиноби предстоял спарринг Тайдзюцу, что вызвало неоднозначную реакцию у учеников. Один из них, мальчик в теплой серой куртке с маленькой собачкой на голове, возбужденно оскалился в улыбке. До этого времени Киба не смог должным образом проявить себя. Но в ближайшее время он собирался это изменить, и девочки, которые обращали внимание только на Саске, а также на Наруто, тогда точно и заметят его. Когда он удержит сокрушительную победу над одним из своих одноклассников, провожая взглядом направившуюся в сторону выхода красноволосую голову, член клана Инозука начал мечтать о том, чтобы учитель выбрал ему противника именно Наруто. Киба не понимал, что видит в этом придурковатом, совсем неталантливом и не сильном парне Наори Хинато. Мальчик мог понять желание Инной Сакуры быть вместе с Саске Учихо, так как тот был довольно хорош. Но Узумаки Сэнжо тот явно был не в их лиге, и загоревшийся огнем несправедливости Инозука хотел это исправить. Группа учеников, воспользовавшись перерывом, устроилась на одной из скамеек заднего двора Академии. Двое из них сидели друг напротив друга, сосредоточенно склонившись над доской Сёги, а остальные расположились на месте рядом с ними, обедая. И наблюдая за схваткой умов рядом с ними. Как дела? Не отрывая взгляда от доски, спросил с клиноклона Нара, перебирая в голове десятки ходов, с помощью которых он смог бы выиграть партию. Сделав ход фигурой, собеседник немного приподнял уголки губ. Все в порядке, Шикамару, тебе не о чем переживать, ответил Наруто, а после чего он, хмурив лоб, стал наблюдать за хорошим ходом соперника. Я выиграл, проговорил почти всегда ленивый ученик, поднеся пальцы к подбородку. Мне понравилась твоя стратегия, но я уже сталкивался с ней, когда я играл с отцом, поэтому ты не смог загнать меня врасплох. Сыграем еще разок. Разочарованно вздохнув, Наруто сделал глоток чая и стоящего рядом термоса. Да, конечно. Никак не могу дождаться того времени, когда буду с тобой на равных. Это было бы здорово. Мечтательно ответил юный герой, бросив взгляд на тренировочную площадку поблизости. Наконец начались настоящие тренировки Тайдзюцу. Как думаешь, с кем тебя поставят спарринговать? Для такого немотивированного парня, как ты, это должно быть тяжело. Стоящий около них член Канаки Мичи начал хихикать над замечанием друга, активно продолжая поедать чипсы со вкусом кальмара. Ха-ха, это ты верно подметил. Для Шикомару это станет настоящей пыткой. Он никогда не был хорош в драках. Обсуждаемый объект бросил взгляд негодования на упитанного предателя, после чего принялся расставлять фигуры на свои места. Может я и не такой невероятно выносливый или сильный, как некоторые. Но вы явно недооцениваете мои способности. Боевые сражения это те же самые сёги. Если всё хорошо продумать, то можно выйти сухим из воды, с наименьшими потерями. Что, собственно говоря, я и хочу сделать на занятии. Но как? Одновременно спросили Нарту и Чоджи, заинтригованно нависнув над своим мудрым другом. Ой, увидите его время урока. Зевнув бросил Шикомару. Может хватит болтать? Я хочу успеть сыграть ещё одну партию. Уверенно сложив руки на груди, начинающий ниндзя-медик задрал нос. В этот раз я выиграл. Да, это была лишь разминка, я проверял. Не заржавел ли мой старый знакомый? Теперь же я буду играть серьёзнее. К сожалению, у члена класса Энджу так и не получилось победить умного одноклассника. Как бы сильно он не напрягал мозги. Юный герой с удовольствием бы продолжил проводить время за этой увлекательной игрой и дальше. Но до ушей ребят донёсся звонок, извещающий о том, что настала пора следующего занятия. Быстро взяв свои вещи, дети побежали обратно в учебную комнату, где увидели уже выстроившихся в линии учеников. Пришло время приступить к применению усвоенных знаний на практике. Вы усердно тренировались всё это время, поэтому уверен, что вы покажете хорошие результаты. А теперь за мной. Немного прибодрив будущих ниндзя, уминой рука направился к выходу из здания и далее пошёл по выложенной плитке дорожки в сторону тренировочной площадки для Тайдзюцу, представляющую собой круг 15 метров в диаметре, ограниченной белой линией. Рядом с ним стояли скамейки, на которых ожидающие своей очереди ученики могли наблюдать за боями одноклассников. Когда начинающие Шинопи снова выстроились перед преподавателем, тот окликнул их задумчивым взглядом, размышляя о том, кто окажется первым. Хм, кого же выбрать? Это должен быть кто-то активный и рвущийся в бой, чтобы заедить энергию остальных. Посмотрев на нетерпеливо, стучащего ногой об землю Наруто и неотрывающего взгляда от красного волосого ребёнка Кибу, учитель принял решение. «Наруто Узумаки Сэнджо и Киба Инузука, прошу, вводите в круг». «Есть!» – выкрикнули те, направляясь на поле битвы под подбадривающие возгласы окружающих. Оказавшись друг напротив друга, дети начали сверлить взглядом своего оппонента, пытаясь тем самым сломить моральный дух врага. «А мне повезло, что учитель выбрал тебя как моего противника», – ухмыляясь, начал говорить член клана Инузука, поставив своего нинкена на пол. «Мне даже не понадобится помощь Акамару, чтобы вытереть землю твоим лицом». Когда это произойдёт, Наори перестанет обращать внимание на такого неудачника, как ты, и поймёт, кто настоящий альфа-самец в нашем классе. Злобно насупившись, Наруто сильно сжал кулаки на обидные слова собачьего мальчика. Несмотря на то, что он обещал матери не показывать своих истинных возможностей, перспектива проиграть человека, который смотрит на его подругу, как на какой-то приз, совсем не радовала. «Хорошо, я могу победить». «Не показывая всех своих способностей, достаточно будет просто держаться чуть лучше Кибы». Немного подумав над своими дальнейшими действиями, решил юный герой. «Я не проиграю тому, кто размышляет подобным образом. Наори Тян не вещь, она дружит с тем, кем хочет. Для неё не важно, сильный или слабый её друг, так как эта невероятная куныичи не обращает внимания на что-то подобное». В этих словах юный Узумаки Сэнджу посмотрел на покрасневшую от подобных комплиментов фиолетовую девочку, принявшуюся закрывать лицо руками, чтобы никто не смог увидеть её маленькой искренней улыбке. «Если ты до сих пор не понял меня, я вдолблю свои мысли в тебя кулаками». «Ха, попробуй!» Лишь прошипел Киба, разминая шею, перед тем, как ребята успели броситься в бой. Между ними встал Умина и Рука, выставив в стороны учеников руки. «Сначала вам нужно поприветствовать противника, сложив ручную печать конфронтации. Только после этого я допущу вас к спаррингу». Когда двое начинающих шиноби нетерпеливо выполнили желаемое, и Рука отошёл в сторону, а внутренний, надеясь, что эти двое не причинят оппоненту серьёзных ранений. «Начали!» Взмахнул руку учитель, давая знак к началу сражения. Киба, не теряя времени даром, рванулся вперёд и нанёс размашистый удар правой рукой, целясь в лицо героя. Чувствовалось, что в этот простой приём Тайдзюсу, член клана Инузука, вложил довольно много силы, поэтому Наруто, не желая получить серьёзного повреждения ловко, поднырнул под врага. При этом, контратаковав его более слабым, но стремительным прямым ударом в живот, который, несмотря на это, смог выбить воздух из лёгких кибы. Казалось бы, юному Замакисэнжу уже можно было бы завершить быстро бой, нанеся ещё один сильный удар, и начинающий ниндзя-меди хотел как раз-таки к нему приступить, схватив оппонент руками за плечи и ударив коленом, всё ещё приходящего в себя мальчика по тому же самому месту, увеличив урон. Но в тот момент, когда он был близок к осуществлению желаемого Киба, волевым усилием остановил его колено, приложив по нему локтём. Стиснув зубы, донеслось из уст красноволосого ребёнка. То, что почувствовал Наруто, была сильная боль. Похоже, его одноклассник повредил ему связки, которые прикрепляются к наколеннику, и повредил серьёзно. Теперь усатый ребёнок разве что мог немного упираться на правую нижнюю конечность, но удары ей нанести он не мог. Чтобы хоть немного выиграть время, Наруто толкнулся здоровой ногой назад, успев тем самым уйти от апперкота, и, сделав перекат, снова встал, заняв оборонительную позицию. Вот что значит смотреть на врага свысока. Я хотел поддаться Кибе, чтобы сохранить в секрете свой прогресс, но, слишком расслабившись, получил такое ранение. В итоге я потерял манёвренность. Остаётся только защищаться и ждать, когда противник сделает ошибку. Смотря на болезненную гриммассу одноклассника, Киба почувствовал, как его азарт боя взлетел до небес. Он прекрасно понимал, что шансы на победу у него значительно выросли, добыча была ранена и испугана, а значит, точно, в какой-то момент совершит необдуманный ход и тогда. Растянув лицо в кровожадной ухмылке, Ринозука снова бросился вперёд. Словно только и думал, что о лобовой атаке, но когда? До оппонента оставалось не больше метра, резко прыгнул влево, нанося удар сверху вниз. Для юного замокесенджо заблокировать такой простой удар было довольно легко, хотя его при этом немного смутил обманный маневр противника. Всё же в этом не было чего-то экстремального, так как оступить он не мог, поэтому просто попытался заблокировать руку своим предплечием, что делал много раз, сражаясь с Цунадой, но вместо привычной, а не менее от блока, Нарта почувствовал, как его правая рука остро заболела, словно её что-то порезало. Бросив мимолетный взгляд на врага, он понял, что у Кибы были окровавлены острые ногти, которые ребёнок не взял в расчёт, когда защищался. Не став больше тратить времени на раздумья, ученик Санина схватился, повреждённый конечностью за руку противника, сильно потянув её на себя, после чего нанёс удар головой в нос собачьего мальчика. «Фа!» – болезненно выкрикнул Инузука, зажмурив глаза и начав держаться за нос. «Вот оно! Это мой шанс!» – быстро промелькнуло в голове у Нарута, когда он, сжав свои кулаки, нанёс быстрые боковые удары в область лица врага. Попадание! И ещё одно попадание! И Киба, став раскачиваться из стороны в сторону, наконец рухнул на колени, упираясь руками в пол ринга. «Я... Я сдаюсь!» – кое-как выдавил из себя член благородного клана, чувствуя, что всё кружится перед его глазами, превратившись в калейдоскоп. А нос такой же чувствительный, как и у собак, пульсирующий болид. Посмотрев на усталых учеников, и рука, понимающая кивну. «Победитель Наруто Узумаки Сэнджу!» То, что ощутил Инузука, услышав слова сэнсея, было разочарование. Он оказался так близок. Ещё бы чуть-чуть, и этот самодовольный парень, напротив, проиграл бы ему. Но всё сложилось иначе. «Эй, Киба, ты как? Голова не сильно болит?» – спросил Наруто, кладя ладонь на плечо одноклассника. «Почему?» Спустя несколько мгновений тихо донеслось из-под серого капюшона. «Почему ты добр ко мне?» «Я ведь оскорбил тебя и твою подругу, ты не должен так себя вести». Недоумевающе, смотря на всё ещё находящегося на четвереньках мальчика, юный герой лишь пожал плечами, принявшись после этого помогать встать знакомому, что было не совсем просто, учитывая его собственное состояние. «Ну, сказал ты бред на эмоциях. С кем не бывает. К тому же это сработало. Я разозлился и начал действовать необдуманно. Мы ниндзя и должны пользоваться любым доступным оружием, в том числе и таким. В общем, я не в обиде. Ну так что, мир?» Спросил Наруто, протянув руку представителю клана Инозука. Кейба в течение нескольких минут тупо смотрел на протянутую ладонь, после чего неверяще, помотав головой с улыбкой, пожал её. «Да, конечно, ты хороший парень, Наруто. Ну а ты что думал, я такой и есть?» Почувствовав вернувшуюся боль в руке и ноге, после спада адреналина усатый мальчик не смог держать вырвавшийся из его рта звук, после чего вместе с поддерживающим его бывшим противником, было отправился к своим одноклассникам, но учитель изменил его планы. «Вы куда это собрались, великие бойцы? На вас же живого места нет. Живо идите к врачу. Она на первом этаже, слева от входа, предпоследняя дверь, пока не вылечитесь, чтоб я вас здесь не видел». «Есть!» – уныло ответил дуэт, меняя свой курс. Им обоим хотелось глянуть на бои оставшихся учеников, но они понимали, что спорить с преподавателем бессмысленно, да и больно всё же. Оставшаяся часть урока прошла в стороне от Наруто, так как после того, как их залатали, врач обоим приказал полежать в постели, чтобы восстановить запас сил, после чего мужчина отправился доложить о своей работе директору. «Эй, Наруто!» – вдруг донёс от соседней койки голос члена клана Инозука, который лежал под белыми простенями, смотря в потолок. «Скажи, мы могли бы стать друзьями?» Перестав задумчиво взирать через окно на прилегающую к Академию территорию, юный герой повернул голову к соседу по койке. «Да, Киба, я буду только рад. Только не говори больше ничего обидного о моих друзьях, хорошо?» «Хорошо. Больше не буду, обещаю». Довольно улыбаясь, Киба наконец перекатился на бок, чтобы продолжить разговор. «Раз так, может, штых с удара ноги?» Бедная дверь больничной комнаты оглушительно ударилась о стену, оставив на той ощутимую вмятину. В шоке, посмотрев на источник беспорядка оба мальчика, увидели невероятную злую Хинату с активированным бьякуганом. Ее кулаки были сжаты до белых костяшек, а зубы стиснуты, выдавая крайнее напряжение. Быстро, найдя жертву, Кунаичи рванулась Кибе, нанеся удар пальцами в плечо ребенка. Кхе-кхе! Болезненно выдохнул Инузука, начав держаться здоровой рукой за отказавшую конечность. «Больно, да? Вот и славно! Славно! Давай-ка я тебе еще раз добавлю!» Кровожадно оскалившись, Хината нанесла еще один точный тычок в другое плечо, а теперь уже почти полностью беспомощный ученик в страхе вытаращил глаза на демона перед собой. «Перестань! Я прошу прощения! Не надо!» Принялся выпить Киба, стараясь отстраниться от неожиданного посетителя, но стальная рука девочки схватила его за горло, активно препятствуя этому и попутно прекращая подачу воздуха в легкие ребенка. «Куда же это ты? А где твой азарт от боя? Что, уже не так весело, а?» Стала задавать вопросы принцесса клана Хьюга, не ослабляя сжатых пальцев и с удовольствием наблюдая за тем, как лицо одноклассника стало бледнеть. «Хината, перестань!» Взяв руку подруги, Наруто с силой оторвал ее от лежащего на кровати друга, который бешено вращал глазами от одного ребенка к другому, судорожно хватая ртом воздух кунаичи же. Словно очнувшись от сна, начала смотреть на свои дрожащие руки, после чего уставилась на предмет своей возлюбленности рядом. «Наруто-кон?» Непонимающе спросила девочка, переводя взгляд на болезненно державшего руки, уши и кибу. «Погоди, не может быть, это я сделала?» Юный герой мог лишь молча взирать на подругу, не понимая, что только что произошло. Обычно добрая и заботливая кунаичи вдруг стала совсем другим человеком. Это шокировало его, и он не знал, что ответить Хинате. В наступившей тишине вдруг раздались торопливые шаги, и на пороге больничной палаты появилась запыхавшаяся на оре. «Хината-тиан, куда ты вдруг пропала? Во время моего боя с Чёрджи ты так быстро убежала! Что здесь происходит?» Спросила девочка, заметив странную атмосферу, при этом одновременно направляясь к друзьям, но вырвавшаяся из схватки, все еще удерживающая ее красноволосого мальчика Хината, не обращая ни на кого внимания, выбежала наружу. «Стой! Подожди! Хината-тиан!» После того, как пришел в себя, воскликнул Наруто, бросаясь вслед за одноклассницей. Он не понимал, что только что произошло, но в одном, он был уверен, оставлять сейчас Хинату, одну он точно не собирался. Внесясь за убегающей подругой, Наруто быстро побежал по длинным коридорам Академии. В результате он оказался на заднем дворе школы, мчась во весь опор за Кунаичи, которая показывала просто невероятные физические показатели, не характерные для такой хрупкой девочки. «Хината-тиан, не убегай! Я хочу поговорить!» Старался достучаться юный герой до принцессы благородного клана, пока Хината, наконец забежав за угол, не остановилась у места, где стена Академии примыкала к высокому забору. Не видя выхода, она в панике стала оглядываться, ища любую возможность слезнуть, но не найдя ни одной лазейки, принялась рыдать, присев на корточке и обхватив руками согнутые колени. Встав в нескольких метрах от подруги, Нарту с болью в глазах смотрел на страдающую девочку. Он не знал, что сказать, не причинив еще больше боли соседке по парте. Сейчас нужно было бы крайне осторожным быть, ведь Хината в данный момент была очень ранима, непроизвольно показав ту свою часть, которой не собиралась ни с кем делиться. Быстро поняв, что от простого бездействия не будет никакой пользы, Нарту осторожно подошел к девочке, снимая с себя толстовку, Оказавшись рядом, усатый ребенок плавно накинул одежду на вздрагивающие плечи одноклассники, после чего присев рядом с ней, обхватив рукой противоположное плечо Хинаты. Почувствовав на себе тяжесть, принцесса клана Хьюга немного приподняла глаза, чтобы увидеть до боли знакомую ей кофту. Когда же она ощутила ладонь, нравившаяся ей мальчика, она начала в ступоре смотреть на нее, после чего снова обратила внимание на одноклассника рядом, тут же столкнувшись с синевой его глаз. «Ты как?» – после нескольких секунд молчание спросил Наруто. Казалось бы, всего два слова, но в них было столько заботы, столько тепла. «Я... я... почему ты побежал за мной? Я... я же плохая! Ты так поступила с Кибой!» Перевела тему Хината, стараясь не смотреть на предмет своей возлюбленности. «Ты неплохая, Хината Тян. То, что только что произошло... расскажи, почему ты так себя повела? Какова бы ни была причина, я продолжу дружить с тобой, клянусь!» На просьбу юного героя девочка опустила голову, в сомнении нахмурив лоб. Стоило ли ей доверять свою тайну Наруто Куну? Примет ли он ее такой, какая она есть? Кунаичи боялась, что самое дорогое ее сердце человек бросит ее, оставит позади. Не лучше ли тогда все держать в тайне? Решившись сказать свою первую ложь другу, Хината была открыла рот, вновь посмотрев на Наруто, но его умаляющее выражение лица не позволило сделать это. «Пожалуйста, Хината Тян. Вновь выразил свое желание усатый ребенок, сильнее сжав руку, покоящуюся на плече девочки. Не в силах больше сопротивляться, принцесса клана Хьюго со вздохом молча кивнула, начав нервно перебирать пальцами. «Х-хорошо, Наруто Кун, ты только пообещай, что никому не скажешь, ладно?» Получив заверение держать рот на замке, Хината продолжила. «Помни, что день, когда ты спас меня от хулиганов в лесу? Я вот хорошо. Ты был тогда очень крут. Так вот, когда все это произошло и появилась Цунадеса сама, которая храбро встала на твою защиту, я увидела в ней идеал того человека, которым я хочу стать. Это желание было очень сильным, практически непреодолимым. И в тот момент, когда меня повели в поместье клана, я начал вспоминать все то, что со мной произошло на протяжении жизни. В результате этого во мне что-то изменилось. Это что-то, появившееся чем-то незначительным. Всего лишь пара мыслей вдруг стало резко разрастаться. И даже не знаю, как это сказать. Как будто стало большей частью меня. Сначала это было страшно. Я кричала, чтобы оно исчезло, оставило меня в покое. Но этого не произошло. Нет. Поняв, что я ничего не смогу изменить, я стала потихоньку разговаривать с этой сущностью. Но она была груба со мной. Называя тряпкой, слабачкой. Мне тяжело было свыкнуться с ней, но постепенно. У меня возникло чувство, что темная хината, так я ее назвала, на самом деле заботится обо мне. Просто не знает, как это показать. Когда меня начинали ругать, или мне было страшно, она тут же брала все под контроль. И помогала мне. А когда ты вместе с Науритян вдруг пропали из-за того ужасного события, хинатян неумело стала утешать меня. Сказала, что с моими друзьями все в порядке. И сегодня, смотря как Иба сильно ранит тебя, я впала в панику. Мне захотелось вмешаться и остановить его, но я заставила себя просто сидеть. Когда ваш бой закончился, хинатян говорила меня разрешить ей взять контроль над телом, говоря о том, что сможет помочь. У нее есть невероятные способности, которых нет у меня. Поэтому я поверила ей. Все остальное ты видел собственными глазами. Прошу, не обижайся на темную хинату. Может она и поступила не очень хорошо, но сделала все это, в первую очередь думая о тебе. И продолжай быть моим другом, пожалуйста. Я столько времени врала тебе и Науритян, но, пожалуйста, кроме вас, отца и сестренки у меня не... Хинатян, о чем ты говоришь, даты бою? Конечно, я буду дружить с тобой. И Науритян тоже. Я уверен, Наруто больше не мог терпеть и слушать извинения и просьбу подруги. Ведь она ни в чем не была виновата. Поэтому решил прекратить этот поток сожалений, чтобы поддержать девочку как настоящий друг. Я уверен, поделиться чем-то настолько лично было трудно. Спасибо за это. Я рад, что ты доверилась мне. А насчет темной хинаты, я благодарен ей за помощь. Если бы мог, лично, сказал бы спасибо за это, что она поддерживала тебя в трудные времена. П-правда? Правда, правда? Несмотря на все это, ты не злишься и не будешь забегать меня? В порыве радости, схватив Наруто за плечи, спросила Куныичи, у начавшего улыбаться одноклассника. Конечно, мы все трое будем всегда вместе, что бы ни случилось. Уверенно ответил юный герой, после чего оказался в крепких объятиях синеволосой девочки. Наруто начал краснеть от такого неожиданного близкого контакта. Но ничего не мог сделать по этому поводу, так как не хотел нарушить этот приятный момент. Так они просидели около минуты, пока хината все еще укутана в его кофту. И в какой-то момент, опустившая голову, вдруг снова не подняла ее. Узумаки Сэнджи с удивлением подметил, что девочка перед ним вдруг изменилась. Ее осанка стала прямой, а взгляд передавал уверенность в собственной силе. Ты не подвел меня, Наруто-кон, и сделал все правильно. Оскалившись, пропела темная хината, наклонив голову на бок и изучающий, смотря на того мальчика, который нравился одной знакомой. Она ожидала увидеть выражение страха на усатом лице ребенка в ответ на ее неожиданное появление. Но после того, как юный герой начал приходить в себя, тот лишь нервно улыбнулся. О, вижу, ты не боишься, это очень хорошо, ведь в противном случае я не стала бы давать тебе награду. Не понимающий, уставившись на незнакомку, Наруто было спросил. Награда? Что ты ими... Договорить он не успел, так как Кунаичи стремительно рванулась к нему, запишет лев на усатой щеке мальчика горячий поцелуй, ни на секунду не отрывая игривый взгляд от глаз юного Узумаки Сэнджио. Что? Зачем ты это сделала, да ты бы... В шоке воскликнул Наруто, принявшись тереть место поцелуя рукой, при этом уставившись на ученицу, которая приняла смеяться над неловкой реакцией мальчика, считая ее довольно забавной. Она чувствовала в этот момент хищницей, пометившей свою жертву, и это ощущение ей очень нравилось. Хе-хе-хе, ты такой милый, Нарту-кун. Я хотел украсть твой первый поцелуй, но оставлю это для нашей маленькой крошки. Для нее это очень важно. Указывая пальцем на свои розовые губы, пропела темная Хинато. А теперь я, пожалуй, оставлю тебя. Еще увидимся, сладенький. На этом все кончилось. И спустя мгновение снова вернулась прежняя Хинато, тут же принявшаяся отворачиваться от Наруто. Закрыв красное лицо ладонями, девочка тихо запищала, не веря в то, свидетелем чего она непроизвольно стала. Эм, Хинато-тиан, я ничего не понимаю, что это было? А разве непонятно? Вдруг спросила только что появившаяся Наури, сложив в игривой манере руки за спиной. Наша любимая булочка с корицей испытывает к тебе чувства, собственно говоря, как и я. Переборов смущение, филето-волосая особа пристела с другой стороны от юного героя, и, бросив на того быстрый взгляд, попросила. «Нарта-кон, можешь закрыть глаза?» «Что?» «О чем ты говоришь, Науритян?» «Что это все значит?» – прокричал Нарта, совершенно запутавшись в ситуации. «Закрой глаза!» Снова настоятельно потребовала подруга, несмотря на молодого Узумаки Сэнжу. Наконец, выполнив просьбу Кунаичи, ученик Академии стал ждать того, что было должно последовать дальше, но некоторое время ничего не происходило. Он решил спросить, все ли в порядке. Усатый ребенок вдруг ощутил мягкое нежное прикосновение к лицу. Тут же распахнув глаза, Нарта уже увидел начавшую отворачиваться Наури, но мальчик все же успел заприметить довольную улыбку на лице подруги. «Ну дела. Я, конечно, много чего ожидал, но не это уж точно. Вдруг донесся до взрогнувшей троицы голос рядом с ними, дружно повернув голову. Они заметили виноватого, улыбающегося Кибу. «Наверное, я не вовремя пришел, да?» «Нет!» Единодушно выкрикнули дети, бросаясь к однокласснику, чтобы объяснить сложившееся недоразумение. «Э, это... это не то, что ты подумал, Киба-сан?» «Да, да, мы просто решили немного отдохнуть, верно, Науритян?» «Угу. Я нашла у Нортакуна крошку от еды на лице и потянулась убрать ее, поэтому не думая всяких пошлостях, Киба-сан. Ясно?» Отступив на несколько шагов назад, член клана Инзуко хотел было выставить перед собой руки в успокаивающей манере, но неожиданно понял, что не может этого сделать, так как они все еще были парализованы. А Камар уже на его голове тихо заскулил. «Эй, эй, я не лезу не в свои дела, просто учитель попросил меня найти вас. Чего стоило не выдать ему свое состояние, если бы вы знали?» При этих словах Киба посмотрел на Хинату, которая, вспомнив недавние действия темной Хинаты, быстро подошла к бывшему спарринг-партнеру Нарутакуна. Неловко извинившись и нажав пальцами на определенные точки тела одноклассника, чем вернул мальчика, наконец, более-менее в норму. Довольно взмахнув пару раз руками, подмечая тем самым отсутствие неполадок, Инзуко продолжил. «Урок уже закончился, и рука сенсей ждет всех учеников, чтобы отпустить их домой. Может, пойдем в класс?» «Вот оно что! Тогда давайте поспешим, да ты боё!» Воскликнул Нарута вместе с подругами, начав стремительно направляться обратно в учебную комнату, стараясь при этом не смотреть на них, так как был сильно смущен. Две кунычи показывали совершенно такую же реакцию. Несколько секунд, ошалело понаблюдав за этим любовным треугольником, Киба, в конце концов, лишь помотал головой. Весело ворча, завидуя Нарута-куну, после чего пошел след за одноклассниками. Продолжение следует. Спасибо за просмотр, берегите себя, еще услышимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова